ТВ-Экстра представляет Глава вторая. Возвращение к истоку. Священник. Прошлая жизнь Джудит была связана с историей, но явно не была похожа на фантазию. Она была влиятельным священнослужителем католической церкви в самый разгар инквизиции. Этот священник фанатично жаждал уничтожить тех, кто воспринимался как враг церкви. Всех, кто мыслил по-другому, кто не подчинялся требованиям, и особенно тех, кто практиковал старые традиции. Поклонение природе, лечение травами, доказательство вины обвиняемых не было обязательным. Достаточно было подозрений. Священник был решительно настроен истребить всех инакомыслящих. Он настолько изловчился в выслеживании и казни таких несчастных, что постоянно продвигался все выше и выше в церковной иерархии. Он достиг уровня, когда его власть была неоспоримой, а его эго разрослось до огромных размеров. Он приказал казнить даже собственную сестру, когда обнаружил, что она использовала лекарства и страф, чтобы помогать бедным. Он не испытывал угрызений совести или чувства вины. Он был уверен, что вершит Божью волю в соответствии со своей религией. В его уме не было сомнений в том, что он поступает верно. Он ни разу не ставил это под вопрос. Поэтому, когда его жизнь подошла к концу, он думал, что отправится в прекрасный рай, в который он верил и обретет вечный покой в лоне Божьем. Он знал, что будет вознагражден за то, что вершил Божью волю. И он был очень удивлен и ошеломлен, когда этого не случилось. Когда он покинул тело, его встретили сияющие духи, которые припроводили его в другое место. Они даже не отвечали ему, когда он просил отвести его в рай к Богу. Его отвели в место, где горели огни. Я вижу пламя, как солнце, но это не солнце. Я где-то, где есть пламя, но это не такое пламя, к какому мы привыкли. Конечно, первым приходит на ум, что он попал в библейский ад, место вечного пламени и мук в наказание за злоупотребление властью при жизни. Но я знала, что это не так, потому что в своей работе я обнаружила, что никакого ада нет. Ад – это изобретение церкви. Его не существует. Однако, если человек, умирая, действительно верит, что он проклят, что он прожил нечестивую жизнь и должен попасть в ад, как обещает церковь, то его желание может исполниться. Он может испытать то, чего он ожидал. Помните, вы притягиваете к себе то, чего больше всего боитесь. Но даже если такое случится, человек не будет оставаться там очень долго, потому что это лишь иллюзия, созданная его собственным умом. Когда он это осознает при помощи своих наставников и ангелов, он сможет отправиться туда, куда ему действительно предначертано попасть. Таким образом, когда священник описывал пламя, я знала, что это не ад, это не солнце, это что-то другое. Мне говорят, что это место отдыха, место, куда приходишь и ждешь. Мне приходит слово перепрограммирование. Это как будто место знаний. Здесь нет времени, поэтому я не знаю, как долго я здесь остаюсь. Я просто пребываю здесь, и меня окружает это желтое, золотистое пламя. Только это не огонь, это энергия. Долорес. Но это не то, чего ты ожидала. Джудит. Нет, нет. Из опыта я знала, что душа может долго оставаться в подобных местах, поэтому я перенесла Джудит в тот момент, когда она готовилась покинуть это место. Долорес. Тебя просят покинуть это место? Джудит. Да. Я не хочу возвращаться. Долорес. Эти духи разговаривают с тобой, Джудит? Не совсем. Мы не используем сейчас слова. Они просто говорят, что нужно возвращаться. Долорес. Они сказали, почему нужно возвращаться. Джудит овладели эмоцией, и после многих тяжких вздохов и всхлипываний она расплакалась. Я заверила ее, что эмоции — это нормально, и что ей станет лучше, если она со мной об этом поговорит. Джудит, я возвращаюсь. Я должна вернуться туда, но в этот раз подойти с другого ракурса. Потому что воплощаться в теле на Земле слишком сложно. Долорес. Потому что можно там застрять? Джудит. Да, это слишком сложно. Поэтому они позволили мне вернуться в это место. Долорес. Что они говорят? Джудит. Они сообщают, что нужно прийти на эту планету. Нужно помочь этой планете и всем приходящим сюда существам осознать этот источник энергии. Что-то должно быть принесено на эту планету. И также на этой планете нужно чему-то научиться. В том пламенном месте все было хорошо. Это место отдыха, место омоложения ясности и знаний. Это место как будто хранит знания всей Вселенной, планет и всех форм жизни в Солнечной системе. А Земля это место, куда должна быть принесена энергия, чтобы помочь человечеству. И сюда приходит много существ из других мест. Это то, что мы называем плавильным котлом. Здесь поистине смешались много форм жизни, отличных от человеческой. Жизнь на этой планете очень тяжелая, мучительная и болезненная. И мысли формы, сопровождающие земные тела, заставляют людей причинять вред друг другу и тому, что они называют природой. Мне говорят, что это естественно. И некоторые из нас, обитателей этого пламенного места, пришли, чтобы принести сюда энергию и помочь планете преобразиться. Мы принесем на Землю образ жизни этого пламенного места. И это будет передано так, чтобы люди смогли принять. Долорес, тебя отправляют обратно, чтобы расплатиться за то, что ты делала в той прошлой жизни. Нет. Тебе не нужно за это расплачиваться? Джудит. Это часть человеческих мыслеформ. Долорес, я имела в виду карму, Джудит. Нет, карма — это еще одна часть человеческих мыслеформ. У меня было много жизней на этой планете. И одной из задач было познать. Каково это? Обрести то, что называют эмпатией. Познать, что чувствуют люди. Таким образом, мои эмоции накопились за множество жизней. Но это не то, для чего мы здесь. Это нереально. Это не обязательно. Это не то, что происходит в том другом пламенном месте. Этого не существует. Долорес. Но такова Земля, она затягивает, Джудит. Верно. Так сложилось. И это то, что мне было показано. Но это не то, что есть на самом деле. В том месте, похожем на пламя, в этом просто нет необходимости. Можно провести аналогию с гигантским экраном, где друг друга сменяют картинки. Жизнь за жизнью. Мне не было показано, как мы здесь оказались, как люди пришли на эту планету. Мне этого не показали. Долорес. Но главное, что ты в этот раз должна была вернуться в женском теле, чтобы делать нечто другое. Джудит. Да, верно. Я призвала подсознание и спросила его, почему оно показало ей ту негативную жизнь влиятельного священника. Джудит. Чтобы она узнала о власти и злоупотреблении ею. Чтобы она больше не злоупотребляла своей властью. Она снова обретет власть, когда продолжит вспоминать, зачем она здесь и откуда она пришла. Она будет получать все более и более ясную информацию из того пламенного места знаний. И она не должна поддаваться соблазну человеческой власти. Она не должна снова попасться в ту же ловушку. Долорес. Меня удивило, что тот священник не был осужден за то, что он сделал. Он был ответственен за множество убийств. Джудит. Да. Это было нарушением баланса. Ему удалось многих обмануть. Он должен был до конца познать, что такое истинная власть, манипуляции и эксплуатации. Долорес. Но меня удивило, что после смерти он не был осужден за такие негативные деяния. Джудит. Это лишь человеческое представление о том, как все работает. Долорес. Но Джудит не должна отдавать карму. Джудит. Нет, по крайней мере, не в равной величине. Она многое познала в детстве из-за своего отца и людей, с которыми она росла. Она столько всего видит, и ей доставляют такую боль человеческие злодеяния, что это можно назвать ее кармой. Хотя подсознание сказала, что ей не нужно отдавать карму. Все же это было не совсем так. Джудит пережила много негатива в детские и подростковые годы. Так что я не думаю, что деяния той жизни так просто сошли с рук. Все возвращается. Разница лишь в степени. Думаю, подсознание смотрело на это в более широкой перспективе. Долорес. Сейчас она ведет совершенно другую жизнь, чем тогда. Но она хотела узнать, откуда она пришла. Джудит. Она пришла от истока, как и в Сьер Долорес. А то пламенное место это и был исток, Джудит. Нет. Это одно из множества мест. Словами не могут это описать. Разные существа пришли из разных мест. И то пламенное место знаний можно назвать центральным местом. И есть также другие места в других неизмерениях. Не знаю, как это назвать. И не все приходят на планету Земля. Некоторые отправляются в другие места. Затем я спросила о физических проблемах Джудит. Главным образом. О боли в шее. Подсознание рассмеялось. Она сама причина своей боли в шее. Ее мышление, ее привязанность к телу. Все это сидит у нее на шее. И все ее мысли о прошлых жизнях, где она якобы совершала плохие поступки. Боль в шее – кульминация всего этого. Она исчезнет. В ней больше нет необходимости. После этого, как очень много раз бывало при моей работе с подсознанием, я стала свидетелем того, как оно послало энергию в эту часть ее тела и убрало дискомфорт. Долорес. Она не хотела приходить в этот раз. Джудит не хотела. И у нее все еще много эмоций по этому поводу. Все дело в том, что она привязана к телесной форме. Ее сильно терзает то, что она видела в прошлых жизнях. Те убийства, которые совершала она и другие люди. И она видит, как боль и сострадания продолжаются. Этот сеанс поможет ей понять, что все это иллюзия. Все, что она и другие, кто пребывает в человеческой форме, хочет знать, что делать. И кто был послан сюда, чтобы помогать другим – это знать, что есть сострадание и любовь. Это лучшее, что сейчас можно сделать на этой планете. И это величайшее благо для всех. Она постепенно осваивается со своей миссией. Она дитя, божье. Но если смотреть с точки зрения того пламенного места знаний, хотя это всего лишь слово, задача ее жизни в этом теле – делиться уютом и благодатью. Исток. Когда моя клиентка впервые вернулась к истоку, об этом случае рассказывается во втором томе, я была удивлена и не готова к такому. Как я уже говорила в этой книге, я часто оказываюсь застигнута врасплох и получаю теории или новую информацию, которые мне непонятны. Затем мне приходится все обдумать и понять, как это согласуется с другим накопившимся у меня материалом. Когда я получала информацию, о которой я писала 20 лет назад в книге «Между смертью и жизнью», исток, или Бог, описывался как огромный и невероятно мощный источник энергии. Мне говорили, что его невозможно описать понятными человеческому уму словами. Эта невероятная сила сравнивалась с клеем, на котором держится все сущее. Если она на долю секунды угаснет, все распадется. Мне говорили, что хотя мы думаем, что обладаем большими познаниями в метафизике, наше представление о Боге — это лишь крохотная ниточка в сравнении со всей полнотой того, чем он на самом деле является. Но затем мне также сказали, что представления многих людей не будут даже этой крохотной ниточкой, они вообще не имеют ни малейшего понятия о том, чем на самом деле является Бог. Моя клиентка сравнила исток с солнцем, только это не было известное нам солнце нашей звездной системы. Часто его называют великим центральным солнцем, его описывали как яркий свет, который не обжигает, как солнце. Та женщина не желала покидать это место, полное сострадание и уюта. После того первого случая я стала встречать других людей, сообщавших об аналогичном опыте и приводивших такое же описание. Об этом рассказывается в следующих томах, теперь я к этому уже привыкла. Получаю ли я все больше такой информации, потому что мне удалось понять и усвоить эту концепцию? Или же все дело в периоде, в который мы живем, и моим субъектам пора осознать, кто они на самом деле и откуда они пришли? Околосмертный опыт в начале сеанса Лаура перенеслась не в прошлую жизнь, а в случае в этой жизни, когда она чуть не умерла. Я была в ресторане с подругой Джинни. Я подавилась едой и стала задыхаться. Я была защищена. Мне не суждено было физически умереть. Конечно, тогда я этого не знала. Мне показали, как я защищена. Мне показали, что такое настоящая любовь. Я оказалась в месте, где нет ничего, кроме белого света. Приятно вернуться сюда. Я осознаю окружающих меня ангелов. Это самое красивое место, какое я только могу себе представить. Здесь нет привязанности ни к чему. Мы просто есть. Мы осознаем других людей, с которыми мы живем на земле, но мы ни к чему не привязаны. Это так красиво, так мило. Здесь так спокойно. Но это все, что я успела увидеть, потому что мне нужно было возвращаться. Мне просто хотели показать защиту и любовь, но я не была готова к большему. Долорес, тебе хотели показать, что ты не умрешь, что твой час еще не настал. Лаура. Мне просто нужно было узнать, что все в порядке, что я могу встретиться с чем угодно, потому что они всегда со мной. Со мной всегда их присутствие. Всегда. Долорес. Но когда мы приходим на землю, мы все забываем, верно? Лаура. Да. Именно поэтому мне было грустно. Следующие две недели я не могла понять, почему мне грустно. И я осознала, что я грущу, потому что я не в его присутствии. Они хотели, чтобы я вспомнила, чтобы я снова это почувствовала. Мне было важно вспомнить и почувствовать это, чтобы знать, что это реально, чтобы верить, что это реально, чтобы не бояться и быть в состоянии рассказать другим об этом. Другие тоже могут вспомнить. Я скучаю. Она заплакала. Долорес. Почему это вызывает у тебя эмоции? Лаура. Энергия очень сильна, полна любви. Она очищает. Она вымывает все вредное и негативное. Здесь нет привязанности. Я очень счастлива знать об этом. Я не хочу забывать. Не хочу забывать. Долорес. Что это за место? Лаура. Некоторые видят это как место, но для меня это присутствие. Присутствие, которое со мной все время, с которым я хочу быть все время. Я пришла оттуда. Некоторые из нас идут дальше других, но оно всегда наблюдает и ждет нас. Долорес. Почему некоторые идут дальше других? Лаура. Отчасти по собственному выбору. Я не совсем понимаю. Наверное, мне еще не пора понять. Но есть тьма. Есть вещи, которые очень далеко от этого присутствия. Люди забывают. Их опьяняют плотные материальные миры, плотные реальности. Некоторые люди после смерти проходят через туннель, так как это на короткий миг возвращает их к этому присутствию. Им нужно вернуться к нему. Присутствие хочет, чтобы люди знали, что оно всегда рядом, что оно всегда с ними. Люди видят его, когда им это нужно. Некоторые из нас сильнее стремятся быть с ним и нести его, даже если мы не осознаем этого или не верим в это. Именно поэтому мне показали, что присутствие всегда со мной. Я могу вызвать присутствие внутри себя. Долорес. Какой цели служит туннел для таких людей? Лаура. Это просто путешествие обратно. Долорес. А они не попадают сразу после смерти в это прекрасное место? Лаура. Некоторые попадают. Те, у кого больше контакта, больше осознанности или те, кто больше старался, но не все. Все зависит от задач человека и цели его прихода и от его осознанности. Долорес. И чтобы вернуться, нужно увидеть это как путешествие, как прохождение через что-то. Лаура. Верно. Долорес. Значит, сегодня тебя вернули туда, чтобы вновь пробудить это чувство. Да. Ты сказала, что это чувство тебе известно, ты несешь его в себе. Лаура. Но это не то, когда я в физическом теле его сложнее уловить, сложнее быть с ним. Оно очень мощное. До этого я не была так близка к нему с того дня. Они позволяют ему исцелить меня и помочь мне. У Лауры появились неприятные физические ощущения. Ей стало плохо, и она попросила меня вывести ее из транса. Вместо этого я поработала над сбалансированием ее физических ощущений, их устранением и возвращением тела в норму. Подсознание проинструктировало меня, как поговорить с телом Лауры. Вскоре я увидела, что она успокаивается, и я могу продолжать. В подобной ситуации регрессолог не должен терять самообладание, потому что подсознание никогда не позволит, чтобы с физическим телом что-нибудь случилось. Его задача всегда защищать. Кроме того, если регрессолог не уверен в себе, субъект сразу это почувствует, так как в состоянии глубокого транса чувствительность повышена. Это может вызвать еще больше дискомфорта, так как он больше не будет доверять способности регрессолога обеспечивать его безопасность. Всегда лучше не выводить клиента из транса лишь из-за страха или неуверенности. Я всегда разговариваю с клиентом, успокаиваю его и устраняю физический дискомфорт. Когда я увидела, что все пришло в норму, я спросила, в какой части тела ты испытывала дискомфорт? Лаура, в сердце. Все мое тело пульсировало, но сердце было очень открытым. Долорес, ты можешь спросить у них, почему у тебя возникла такая реакция? Лаура, чтобы показать мне, что мы не можем все время жить в этой энергии, есть разделение, есть зависа. Мое тело могло выдержать намного больше, чем большинство других. Я получила новое понимание. Я также поняла, что эти вибрации настолько высоки, что физическое тело не может выдержать больше того, к чему мы готовы. Мне нужно было узнать, что физическое тело имеет свои ограничения. Пока дух пребывает в физическом теле, он не может полностью вернуться в это место. Долорес, значит, они хотели, чтобы ты испытала, каково это. Да. Но мы также знаем, что они не подвергли бы тебя опасности. Лаура. Да. Именно поэтому они сказали вам, чтобы вы поговорили с моим телом. Долорес, они просто хотят, чтобы ты вспомнила это. Да-да. Пусть даже ты не можешь полностью испытать эти вибрации. Лаура. Нет, тело не смогло бы этого выдержать. Долорес, ты должна использовать эту энергию. Лаура. Они могут принести мне ее при необходимости. Но мне не нужно искать ее так усердно, как мне казалось. Мне нужно лишь попросить довериться и знать, что она используется. И тогда я буду спокойна, зная, что мне не нужно работать так тяжело, как я думала. Я могу использовать эту энергию, работая с другими людьми. И она всегда будет со мной. Долорес, она была с тобой раньше или же она появилась лишь сейчас? Лаура. Можно сказать, что я прошла настройку. Смех. Она в моей кристаллической структуре. Долорес, я уже раньше слышала о кристаллической структуре. Не хотели бы они объяснить, что они имеют в виду? Лаура. Это максимальное приближение к энергии истока. Кристаллическая структура хранит ее в физическом теле. Долорес. Кристаллическая структура – это часть тела. Лаура. Это код тела. Долорес. Мы представляем себе тело, как плоть, мышцы и кости. Мы не представляем его кристаллическим. Лаура. Есть разные уровни кода структуры. Но в теле есть кристаллическая структура. Долорес. Имеются ли в виду реальные кристаллы? Да-да. В костях. Или где? Лаура. В ДНК. Долорес. Значит, это нечто отдельное от того, что нам известно, как физическая структура, анатомия. Лаура. Оно закодировано в ней. Они снова прервали сеанс и сказали, что телу Лауры нужно минутку отдохнуть. Они успокоили тело, так как оно все ощущало эффект от контакта с мощной энергией истока. Сердце все еще слишком открыто. Это была такая интенсивная любовь, что это невозможно описать. Это нечто всеобъемлющее. В определенной степени это содержится в нашей клеточной структуре. Я как будто подключилась к большому компьютеру, к центральному процессору. И к нему подключилась каждая клетка моего тела. Долорес. Это очень большая нагрузка, да? Да. Но я работала и с другими, кто также возвращался к истоку. Они тоже описывали его как большую любовь, но у них не было такой реакции. Как это можно объяснить Лаура? Физическое тело не выдержало бы этого. Они лишь соприкоснулись с этой энергией. И этого для них было достаточно. Лаура же должна использовать эту энергию в своей работе. Она будет помогать исцелять. Долорес. Как Лаура должна использовать ее? Лаура. Она может использовать ее с помощью своих мыслей. Она может использовать ее с помощью своих глаз. Она может использовать ее с помощью прикосновения. Ей нужно лишь попросить о соответствующей вибрации, подходящей тому или иному человеку или той или иной ситуации. Сейчас эта энергия меняет ее клеточную структуру. Долорес. Как она меняет клеточную структуру Лауры? Лаура. Иногда сложно передавать наши понятия вашими словами. Нам приходится пропускать наши понятия через мозг Лауры. Долорес. Да, я знаю, что язык ограничен. Лаура. Так что, когда непосредственного ответа нет, приходится пропускать через мозг. Пауза. У Лауры нет нужного словарного запаса, поэтому нам приходится говорить через паузу. Теперь может поступить энергия семи лучей. Лаура сможет подключиться к семи лучам. Долорес. Что такое энергия семи лучей? Лаура – энергия Христа. В кристаллической структуре на клеточном уровне нужно измениться, чтобы вместить вибрации энергии Христа, чтобы мы могли использовать это тело. Клеточные вибрации должны приспособиться, чтобы выдержать энергию Христа, не навредив ей. Чтобы это физическое тело могло продолжать жить в этом мире. Долорес. Говоря, что энергия будет жить в этом теле, вы имеете в виду, что она просто будет оставаться в нем в то время, как она будет делать свою работу. Лаура. Не все время, не на такой частоте вибраций. Часть ее тело не выдержит всего. Именно поэтому мы дали ей этот опыт, чтобы она знала, что когда эта энергия вернется, это нормально. Ей не обязательно все время быть с тобой, Лаура. Это не совсем точное определение, но Лаура сможет направлять энергию к человеку или ситуации, с которыми она работает. Я вернулась к вопросу, который остался без ответа раньше, когда меня остановили, чтобы тело могло приспособиться. Кристаллическая структура — это нечто в генах, в ДНК. Лаура. Да, это то, с чем ты приходишь сюда. Этот код может быть изменен, Долорес. Код — это то, с чем ты приходишь, Лаура. И способности, задачи, то, каким будет твое тело, когда ты придешь физически, то, что ты выбрал, Долорес. И это может быть изменено, если это уместно, Лаура. Да, это может быть изменено, если ты решишь позволить ему измениться, если ты на своем пути, оно изменится. В жизни бывают времена, когда можно изменить свой код. Перекрестки, так сказать. Долорес. Когда можно выбрать тот или иной путь. Лаура. Верно. Долорес. Меня это смутило, так как, слыша о кристаллической структуре, я представляю себе кристаллы. Лаура. Лаура. Это лучшее слово для описания этого, какое есть в вашем словаре. Но это не те физические кристаллы, какие вам известны. Это скорее эфирные кристаллы. Это больше энергия, и я увидела много-много цветов. Кристаллическая структура — это своего рода узор энергетических волн. Это лишь часть. Очень сложно объяснить это вашим языком. Долорес. Это лучшее, на что способен наш язык. Поэтому я и задаю столько вопросов, Лаура. И это хорошо. Просто сложно вещать этим голосом. Долорес. Значит, опыт, который с ней только что произошел, изменил ее код. Да. Это могло произойти только в таких условиях. Лаура. Это был благоприятный случай. Имело место полное расслабление, доверие, открытость. Ей нужен был физический проводник. Кто-то, кто знает, что все будет в порядке. Кто-то, кто не остановит это. Ей также нужен был кто-то, кто поможет физическому телу успокоиться. Теперь она более чистый канал. Нас это радует. Это тело будет каналом, который будет помогать всех исцелять. Были возвращены старые способности. Долорес. О, какого рода? Лаура. Инопланетные, как вы бы их назвали? Смех. Конечно, для инопланетян. Вы инопланетяне. Мне смешно ваше восприятие. Долорес. Вы имеете в виду способности инопланетян или что? Лаура. Старые способности, которые были у нее в прошлых жизнях. Высшее сознание. Привлечение для помощи в этом мире энергии из других миров. Долорес. Что это были за жизни? Лаура. На другой планете. О, какой прелестный опыт. Спокойствие, мир и любовь. Тело света. О, она могла путешествовать. Могла путешествовать. Просто раз. Силой мысли. Те вибрации были намного ближе к истоку. Она путешествовала повсюду. Повсюду. Не было никаких ограничений. Она могла отправиться на любую планету, в любое место. Вы говорите о сознании на этой планете. Одном сознании. Ох. И, пожалуйста, продолжайте об этом говорить. Вздох. Будем надеяться, что вы сможете это испытать. Долорес. Значит, в том теле все было взаимосвязано. Лаура. О, да. Не было никакого разделения. Долорес. Это отлично от истока, который она сейчас испытала. Лаура. Да, но связь с ним была намного сильнее. Вы намного дальше от него. Как жаль. Это грустно. Долорес. Какие ее способности должны вернуться, чтобы она смогла их использовать сейчас? Лаура. Часть этого – целительские способности. Но это лишь малая часть. Дело больше в мыслях, в исцелении мыслей планеты. Долорес. Что имеется в виду? Я знаю, что планета жива. Лаура. Чтобы планета и люди исцелились, должны исцелиться мысли вокруг планеты и на планете. Эти мысли убивают планету и людей. Долорес. Откуда эти мысли? Лаура. Эти мысли проявлены в низших мирах, в более плотных физических мирах. Алчность, лживость. Все то, что не принадлежит чистому, любящему сознанию Бога. Все это не от Бога. Все это имеет физическое происхождение. Долорес. И это должно быть исцелено? Лаура. Да. И это и есть второе пришествие. Это часть второго пришествия Христа, как вы это называете. Когда сознание планеты изменится, это и будет исцеление. Долорес. Я всегда знала, что речь не идет о втором пришествии личности. Лаура. Сознание. Вот как вы бы это назвали? Это можно назвать по-разному. Когда Иисус пришел, ему удалось воплотить в себе это сознание Христа. И он был и остается проводником, показывающим правильный образ мышления, правильные мыслеформы. Как это мощно. И это то, что нас связывает. Долорес. Значит, вы хотите, чтобы на Землю вернулось сознание Христа? Лаура. Да. Это второе пришествие. Нужно исцелить негативные мысли планеты, вылечить их. Это одна из задач Лауры. Долорес. Это непростая задача. Как она должна это делать? Лаура. С помощью своих мыслей. А также помогая людям менять их мысли, давая им силу, чтобы они могли дать силу другим. Она увидит, как у нее развиваются новые способности и обнаружит новые способы делать это. Перед ней раскроются благоприятные возможности. И она почувствует эти возможности сердцем. Она вспомнит и почувствует этот опыт. Мы дали ей этот опыт, чтобы она могла вспомнить. Разум должен быть максимально ясен и чист. Она должна учить других медитаций и чистому сознанию. Учить людей использовать мысли для духовного пробуждения. Менять мыслеформы. С помощью своих мыслеформ люди сознают негативные сущности. Долорес. Значит, это не творение истока. Они созданы человеческими мыслями. Лаура. Да, да. И некоторые из них слишком плохи. Поэтому я очищала эти мыслеформы, отмывала стены от плесени, так сказать. Можно сравнить негативную энергию с плесенью. А если хотите, с демоном. Но наши люди придут и очистят стены. Долорес. Это согласуется с идеей о том, что мысли материальны. Лаура. Да. Неправильные действия, свобода воли, использование наркотиков – все это плодит сущности. Те, кто связан с высшими мирами, способны нейтрализовать и растворить эти энергии и отправить их к истоку. Именно поэтому я пришла сюда, чтобы посылать их к истоку, где они будут преображаться в позитивные энергии. Долорес. Значит, речь не идет о чем-то физическом. Это лишь энергия, созданная людьми. Да. Но это отлично от элементалей? Лаура. Да, это отлично от элементалей. Точно так же, как мы, отличны от них. И как мы, так и они можем вести себя неправильно. Долорес. Насколько я понимаю, они представляют собой простейшую форму энергии. Лаура. Да, и у них также есть мыслеформы. Так что мы имеем дело с мыслеформами друг друга. Мы имеем дело с творениями друг друга. Смех. Долорес. И поэтому люди в некоторых местах могут чувствовать себя неуютно. Лаура. Да, они чувствуют негативные энергии. Их называют сущностями. Можно называть их демонами или как угодно. Долорес. Это энергия, оставленная в этом месте тем, кто там обитал. Лаура. Может быть и так. У этого есть много разных аспектов. Много. Очень много. Долорес. И есть также другие места, от которых исходит позитивное, бодрящее чувство. Лаура. Да, все это реально. Очень. Когда я лежала и начала плакать, я приблизилась к истоку. Я чувствовала чистую любовь. Она нахлынула на меня, вымывая из меня все это. Чтобы мы могли встретиться на самой высокой вибрации, какую я могла вынести. Я очень благодарна за это. Это лишь короткое воспоминание, но оно так чудесно. Долорес. Значит, одна из задач Лауры – менять уровень энергии, чтобы изменить мысли мира. Как она должна это делать? Лаура. Лекции, семинары, брошюры, книги. Любые способы, какими она может это донести. Она будет получать наставничество. Долорес. Но как учить чему-то подобному? Что нужно говорить людям? Лаура. Следует начать с медитации. Рассказать о мыслях. О том, как они способны материализовываться. Стоит начать с базовых навыков медитации. С обучения тому, как менять свои мысли. Показать, как мысли могут материализовываться в жизни. Начинать нужно медленно. Затем следует начать раздавать людям небольшие книжечки. Если мы изменим их жизнь, изменятся их мысли, и они смогут это распространять. Долорес. И в итоге это изменит весь мир. Лаура. Надеемся? Долорес. Как люди могут изменить энергию своего дома? Ведь это место, с которого стоит начать, разве нет? Я хотела получить какой-то способ, который люди могли бы использовать. Лаура. Благословение. Благословение дома. Благословенное это пространство, мир этому дому. Благословите свое жилище, а также себя, ваш дом, ваше тело. Ибо тело – это ваш дом. Благословите его, благословите этот дом. Мир этому дому. Пусть все вредное и негативное отправится к истоку. Я отпускаю его к истоку. Пусть оно уйдет к истоку. И пусть все вредное и негативное преобразится здесь в любовь и благословение, в наивысшее благо. Можно написать эти простые слова на зеркале в ванной и повторять их каждый день, чтобы они начали становиться частью вашей кристаллической структуры. Можно сначала написать простые слова. «Любовь, мир, прощение». Поначалу не обязательно даже фокусироваться на их смысле. Можно просто сказать «Любовь, мир, прощение». И нужно простить себя, полюбить себя. Долорес. «Люди столько всего носят с собой, им нужно от этого избавиться». Лаура. Да, и они увидят, что когда они это изменят, все лишнее отпадет, и их жизнь начнет исцеляться. И это позволит жизням других также исцелиться. Долорес. «Значит, это будет постепенно распространяться и влиять на весь мир?» Лаура. Да. Есть очень сильные люди, у них очень сильные мысли, и они должны посылать свои сильные мысли. Долорес. «Сейчас в мире много негатива». Лаура. «Много депрессии». Долорес. «Это связано с идеей о сотворении новой земли». Лаура. «Да, да, это часть этого, изменение мыслей». «Да, значит, негативные мысли останутся на старой земле». «Да». «Когда мы начинали сегодня, я думала, что мы перенесемся в прошлые жизни, но этого не произошло». Лаура. «Сейчас главное не это. Лауре важно привлечь в этот мир то, что она знала раньше, чтобы помогать людям избавляться от прошлого и идти вперед». Долорес. «Значит, нам не нужно беспокоиться о том, где мы были в прошлом». Лаура. «Некоторым нужно, для них прошлые жизни актуальны, так как помогают понять и исцелиться. Это очень важно, но после этого нужно сделать шаг вперед к новому мышлению». «Свет един». «Но ему нужно получить опыт индивидуальности». Это очень напоминает то, что я узнала о растениях и животных. Они существуют отдельно, но в то же время действуют как часть группы. Чтобы достичь человеческой стадии, они должны развить индивидуальность, личность. Это часто достигается, когда люди проявляют к ним любовь и наделяют их индивидуальностью. Это выделяет их из коллективной души и запускает их прогресс. Это необходимо, чтобы они смогли испытать, какого это же быть человеком. Все мы принадлежим к разным группам, начиная с групп органов наших тел и заканчивая истоком. Субтитры создавал DimaTorzok